В общем, по платной дороге ехать скучно и однообразно. Вот просто ты тупо выехал и едешь. Это как раз такой вариант, когда на отдых у вас мало времени и... Ну, а по-быстрому долетели там на недельку искупались и уехали обратно. Вот так, блин, нафиг, скукотище вообще. Там едешь по бесплатной дороге, там где-то магазинчики, кафешочки есть. То есть, как бы, блин, остановился там, не знаю, кофейка где-то попил там, блин, по магазинчикам прошу инулся. Ну, и так вообще, как бы, блин, с народом пообщался, блин. Прикольно, прикольно на самом деле, блин. А здесь по платке, вот, блин, это капец. Большие парковки. Удобные. Вопросов нет. Особенно вот нет. Хотелось бы отметить, это нефть, заправки с их парковками. Вот это вот вообще просто, блин, молодцы они, конечно. Ну, осталось где-то примерно 250 километров до Ростова. Последний указатель, сколько там было, я, блин, где-то 281, что ли, в указатель. Так что, возможно, сегодня я доеду до Ростова, прям до самого Ростова. Конечно, не факт, но, тем не менее. Не, если целенаправленно, как бы, цель себе поставить такую, что, вот, прям, все, сегодня нужно быть в Ростове. Вопросов нет, я доеду. А, как бы, не хотелось бы, опять же, до полуночи там ездить, блин, скидь, блин, просто, как бы, блин, не знаю, год часов 8, там 9 вечера, и у меня располагаться на сон, поспать. Сегодня утром, допустим, я чуть-чуть больше спал, выглянуло солнышко, блин, и в палатке стало жарко, жарко, и, блин, такая вещь, палатка, конечно, интересная, в плане того, что, вот, ночью может быть прохладно, а днем может быть очень жарко. Хотя, в принципе, если уж прям так, совсем, вот, жарень-жарень, то можно открыть форточки, там есть. И люди приветствуют, опять же, я говорю, как бы, очень многие, многие сигналят. В принципе, да, можно отрегулировать, я даже думал, в этот рецепт дополнительно установить вебаста, ну, типа вебасты что-то, фен там какой-нибудь. И, ну, если будет холодно, то включать вот этот фен, и все. Этого будет достаточно. А пока такой необходимости нет. В принципе, если на улице прохладно, достаточно так. Я просто, у меня что-то типа пижамы, есть с собой кофта такая, блин, для сна, и трико. Если прям, блин, как бы там жарко становится, просто, блин, взял, снял все с себя, и нафиг. Ну, ладно, взял, оделся, блин, как бы, нормально. Единственное, что, я в торопях забыл свой спальник. У меня есть спальник такой нормальный. Ну, всегда со мной путешествуют, всегда, везде, куда бы я бы ни поехал, блин. Даже не знаю, в гости к друзьям, я его беру с собой. И вот в этот раз, это первый раз, когда я куда-либо поехал без спальника. Ну, потому что, блин, с моим ростом, блин, метр девяносто, нафиг. Очень часто бывает так, что одеяла хватает до половины тела, блин. Поэтому приходится дополнять рост со спальником, блин. Да и вообще, в спальнике приносило застегнуть, ну, как бы, можно так нормально поспать. Я помню, была у меня Astra, универсальчик, Opel Astra. И вот на ней я ездил, как бы, там багажник большой, я прям раскладывал сиденье и ложился. Единственное, что там был косячок один небольшой. Это перепад между сиденьями и багажником. И для этого дополнительно я там делал матрасик себе. После чего я спокойно, блин, ложился и спал. Но летом, как бы, вопросов нет. А зимой, когда спишь, блин, в машине, люди беспокоят, начиная. Они, как бы, переживают, наверное, за то, что ты там угорел, не угорел, потому что машина стоит с работающим двигателем. И некоторые люди, которые, как бы, ну, так социально, блин, автобус догоняют, социально, короче, неравнодушные. Они очень часто, как бы, там, да, подходят, стучатся в окно, видят, что ты открываешь глаза, смотришь и уходят, в общем-то. Вот такую вещь я еще заметил по своим путешествиям. В этом случае, конечно, тонировка спасет, в идеале. Ну и самый комфортный, конечно, для меня вид транспорта, блин, в котором я, блин, вообще спать ложусь без проблем. Это уазик все-таки, муханка, без перегородки. И там, блин, два с половиной метра, там просто два с половиной метра, блин, нафиг площадь всего тут. И я тут целиком устанавливал кровать в этот проем. И вообще просто, вот, замечательно, ты спишь на полноценной кровати. Ну, для меня полноценная кровать, это как раз где-то 2.30. Полноценное одеяло тоже 2.30, спальное белье 2.30. Ну, блин, вот, да, как бы для меня вот это такой, блин, небольшой стандарт. Точнее, наоборот, большой стандарт. И плюсом еще есть такая, блин, проблема вообще, как бы для меня. Я не знаю, как вообще люди выше меня живут с этой проблемой. Это, походу, какие-нибудь рестораны и кафе там, особенно. Особенно, если, как бы, ну, идешь в ресторан, да. И там вроде вроде все должно быть так сильно, ладно. А столы низенькие. Низенькие столы для меня. И есть два варианта, как бы, либо склониться над столом и кушать. Ну, либо тарелку нести полки, ой, ложку нести полкилометра, блин, да, лица, блин. И вот это вот, у меня дома стол, ну, сутки метров 90, наверное, высотой. Может, даже и метр. Я помню, как-то делал, помню себе метровой высоты, да, мне было комфортно. То есть столешница на уровне метра, это классно для меня. И вот этот стол обеденный у меня, он сделан тоже где-то примерно, я не знаю, может, под метр где-то. И все приходят ко мне, люди, когда в гости, ну, блин, особенно те, кто с высокого роста, они прям сразу эту тему подмечают, что, типа, нифига удобно, удобно. А так, конечно, да, блин, я не знаю, ну, как-то, блин, не знаю, конечно. Ну, такая ситуация неоднозначна. Кому-то будет высокий этот стол, кому-то низенький. И как-то, в принципе, я так понимаю, тем, кто содержит кафе и ресторан, им кофе на такой нюанс. Так что, иногда приходится сидеть просто сгорбившись за столом. Чтобы не уделать, блин, себе одежду. Выглядит, наверное, так, типа, упаковки чувствуют, что ли. Хотя, не знаю, блин. Опять дальний взлет. Не знаю, как я выгляжусь от стола.